Дорогие коллеги, я думаю, мы можем продолжать. Мы с вами остановились на линейной положительной обратной связи в каскаде из фактически двух ферментов. Давайте посмотрим, что тут еще можно сделать. Следующий пример является историческим, в том смысле, что это не придуманная мной система, хотя она очень похожа на то, чем мы занимались. А это реальная модель, которая представляет собой редуцированную модель каскада свертывания крови, урезанную до двух уравнений, которые как раз представляют собой два фермента на разных ступеньках. Все остальное было упрощено как раз с использованием теоремы Тихонова, о которой Фазли вам будет рассказывать. Давайте посмотрим, как эта система себя ведет. Она является более интересной в плане того, на что она способна. Давайте посмотрим. Первая из оклина выглядит как х равно у деленное на единицу плюс у. Это значит, что на фазовой плоскости, где х и у расположены таким образом, она будет представлять собой гиперболу относительно у. то есть она на бесконечности будет стремиться к единице и иметь вот такую структуру. химически она означает тому, что то, что вещество Y с насыщением производит вещество X и вещество X само инактивируется. Как будет выглядеть из оклина для Y с точкой? Во-первых, второе уравнение, вы можете заметить, оно делится на Y. Это значит, что Y равно нулю, то есть сама ось Х, будет одной из из оклин. Так, значит, мы получаем, что ноль равно АХ на B плюс Y минус С. Переносим С в эту часть, домножаем и получаем СЮ плюс ВЦ равно АХ, делим на А и получаем С к АЮ плюс ВЦ АХ. Опять пришлось выразить относительно ХА. Мы видим, что это линейная функция, которая пересекает ось Y равно нулю в какой-то точке ВЦ деленная на А и имеющая наклон относительно ХАЦ. У нас будут два сценария. Один сценарий, который я нарисовал здесь, когда у нас это пересечение происходит здесь. В этой системе будет одна устойчивая особая точка в нуле. То есть при всех сложных функциях в этой системе у нас получается, что у нее все равно нулевое устойчивое состояние. Другой вариант, когда эта функция проходит вот так. Здесь у нас будет невозбужденное и возбужденное состояние, а между ними неустойчивое. И, собственно, как раз в этой работе Михаила Александровича Ханина было впервые объяснено, зачем в свертывании крови нужны, могут быть нужны положительные обратные связи для того, чтобы у нас происходило переключение. В зависимости от того, в каком из этих состояний находится система, у нас будет разный порог по активации. И мы опять приходим к тому, что мы рассматривали на примере одного уравнения, но это уже реализовано на примере конкретной системы. Мы имеем то, что называется порогом по начальным условиям, концентрационным порогом. В зависимости от того, из какой точки мы стартовали, мы либо сваливаемся в ноль, либо при перевышении порогового значения уходим в активированное состояние. При этом, естественно, не надо забывать про ингибиторы. Без ингибиторов у нас бы эта система вообще не могла бы существовать в наших организмах. И получается, что нелинейная положительная обратная связь плюс ингибиторы может создавать порог, в данном случае порог по концентрации. Это другой пример положительной обратной связи, также нелинейной, основанной на фосфорилировании и приводящей к таким же результатам. Почти таким же здесь мы имеем в чистом виде гистерезис, то есть вариант сосуществования двух стационарных состояний. Это то, что называется бифуркационной диаграммой, где мы рисуем области состояний, и мы видим, что в этой области параметров у нас одно нижнее состояние, в этой области параметров у нас одно верхнее состояние, а здесь эти состояния сосуществуют. И мы уходим в верхнее или проваливаемся в нижнее, в зависимости от того, из какой зоны стартуем. При этом, когда мы движемся по параметру, то у нас получается, что пока у нас этот параметр равен вот этому, у нас всегда только нижнее, нижнее, нижнее состояние. Оно продолжает быть нижним, потому что нет повода. Затем мы доходим до точки, когда оно перестало существовать, и в этом случае реальная система говорит ой, и взлетает в верхнее состояние, и оказывается в нем запертым, потому что у нее нет повода переходить в нижнее, даже если этот параметр будет уменьшаться. То есть этот результат очень легко получить на такой системе, и я его тоже могу оставить в качестве домашнего развлечения. Но я хочу подчеркнуть, что это еще одна конструкция, которую нам выгодно иногда иметь в наших биохимических системах. Потому что пороги переключателей – это хорошо, но здесь мы получаем еще более интересный вариант с точки зрения теории управления. Мы получаем, как бы это сформулировать, порог с зацеплением. Мы перелетели в верхнее состояние, но чтобы из него выйти, нам нужно вернуться существенно назад. Отрицательная обратная связь. Наиболее признанное использование отрицательных обратных связей в регуляторных системах – это колебания. в отличие от устойчивых систем, где отрицательные обратные связи в стационаре используются для поддержания, собственно, вот эта система, которая может быть вам знакома по первым курсам, является техническим примером отрицательной обратной связи. Я надеюсь, вы ее распознаете. Что является ее решением? Это гармонический осциллятор. dU по dt равно V, dV по dt равно минус U. Это, естественно, не соответствует какой-то химии, но это наглядно соответствует ситуации, когда некий параметр U производится параметром V, но потом действует на этот параметр V с отрицательным знаком. Это система, которая легко совершает колебания. Интересно отметить, что в биохимии гармонические колебания используются, если используются, то крайне редко. Когда природе нужны предельные циклы, она создает именно предельные циклы, то есть грубые устойчивые колебания, которые обычно представляют собой, с точки зрения механизма, комбинации положительных и отрицательных обратных связей. На чисто отрицательных обратных связях природа в меньшей степени строит. Вот, собственно, пример системы, как природа может делать конструкцию колебаний на основе обратных связей. То есть у нас есть вот такая химическая система, где основными переменными являются х и r. И у нас в этой системе присутствует и положительная, и отрицательная обратная связь. Обратите внимание, что с точки зрения, опять же, параметрической диаграммы, мы здесь имеем зону областей. Здесь вот этим параметром является некий s, который стимулирует производство r. При малых его значениях у нас в этой точке есть одно устойчивое состояние. Затем в каком-то диапазоне s это состояние теряется, и вот тут у нас живут колебания. А затем колебания теряются, и мы опять приходим к одному устойчивому состоянию. А что будет, если у нас есть положительная обратная связь в пространстве? Я не хочу сильно забегать, потому что это будет предметом лекций FASLI, посвященных таким системам. Но нам нужно сделать для нашего понимания в общем этих систем такой шаг. Пусть у нас есть реакция, где вещество U активирует свое собственное производство. при этом оно живет в пространстве, то есть у нас есть дифференциальное уравнение в частных производных. ДУ по ДТ равно коэффициент диффузии Д2У по ДТ квадрат, обычный диффузионный член, и добавляем член У квадрат. Как эта система будет вести себя, если мы ее поместим, например, на... Кстати, это естественная опечатка. Давайте я ее сразу же исправлю. Это ДУ по ДХ квадрат. И это должна быть частная производная. Ну вот, я стал редактировать, и вы увидели ответ. Положительные обратные связи в пространстве могут создавать автоволны. По смыслу, если вы подумаете, как устроены эти системы... Если у нас есть ось Х, если у нас... Прошу прощения, да, Х — это в пространстве, а вот тут мы рисуем переменную У. Если мы... Давайте пока рассмотрим формулу, которая вот здесь нарисована. Если мы вот здесь создадим какое-нибудь то, что называется запускающую концентрацию У, то с одной стороны она будет размываться, а с другой стороны взрывным образом генерироваться. очень важно, чтобы обратная связь имела нелинейность. Эта система будет распространяться в пространстве самоподдерживающимся образом. Как если вы подожжете лес, который сам себя дальше будет поджигать, и этот процесс... Или как если вы подожжете бенгальский огонь и смотреть, как он будет бежать. Точно так же вот этот процесс будет распространяться в пространстве самоподдерживающимся образом. Но, как всегда, в виде такой формулы это не очень удобно, поэтому, например, более реалистичным является вот такой вариант у квадрат минус у в присутствии ингибитора. В этом случае будут два состояния, устойчивая в нуле, неустойчивая единица, и если мы где-нибудь это превысим, то мы получим волну взрыва. Это один из режимов, которые природа любит использовать в пространственно-неоднородных системах. Например, так устроен нервный импульс, так же устроено свертывание крови, так устроена волна активации сердечной мышцы, распространения кальциевого возбуждения в кардиомиоцитах. Это те ситуации, где природа хочет обеспечить распространение сигнала с постоянными параметрами, не зависящее очень сильно от того, как его возбудить, только бы возбудить его сильнее порога. Общее количество конструкций, которые природа может использовать в биологических системах, не очень большое. Мы сейчас с вами разобрали некоторые из них, каскады положительной, отрицательной обратной связи и так далее. Есть еще несколько ярких примеров, которые вам могут встретиться в разных системах, но, тем не менее, общее это количество конечное. Одним примером является так называемый взаимный антагонизм, когда есть вещество А и есть условно вещество Б, и вещество А подавляет вещество Б, а вещество Б подавляет вещество А. Этот механизм взаимного антагонизма является одной из конструкций, которая используется в нашем с вами клеточном цикле, в организации каких-то из его чекпоинтов. Другой пример конструкций, которые использует природа, кирпичиков для биологических систем, является следующее. Давайте рассмотрим, что у нас есть какая-нибудь молекула, условный субстрат, который может переходить в активированную форму, например, путем фосфорилирования. Чаще всего эта конструкция использует принцип фосфорилирования. Пусть он переходит в активированную сторону под действием фермента Е1, который будет киназой, обладающим параметрами К1, константом Михаэлеса 1. Пусть этот субстрат переходит в обратную сторону под действием фермента Е2 фосфатазы, который обладает параметрами К2, константом Михаэлеса 2. Соответственно, у этого субстрата есть два экстремальных состояния С и С со звездочкой, нефосфорилированная и фосфорилированная. Если мы построим скорости этих реакций как функцию доли фосфорилирования субстрата, то есть это концентрация субстрата, давайте считать, что это фосфорилированное, это нефосфорилированное состояние, то если у нас для киназы нефосфорилированное состояние является субстратом, то зависимость скорости работы от нефосфорилированного состояния будет вот такой. То есть это будет кинетика Михаэлеса, а вот это получается доля субстрата, который является субстратом для киназы. Когда он весь фосфорилирован, то скорость работы киназы очевидно равна нулю. Для фосфатазы ситуация противоположная. Это обратная кинетика Михаэлеса. Когда у нас весь субстрат дефосфорилирован, то фосфатазе, естественно, нечего дефосфорилировать и ее скорость равна нулю. Вот в таком варианте это выглядит совершенно неинтересно. Понятное дело, что итоговый продукт будет находиться где-нибудь вот в этой точке. Но что будет, если мы сделаем константы Михаэлеса очень маленькими, а скорости ферментов сопоставимыми, мы получим резкое насыщение с обеих сторон. Пусть у нас какой-нибудь из этих ферментов, например, будет регулироваться продуктом гена, который управляется этим субстратом. Тогда, как только активность этого фермента превысит активность этого фермента, у нас устойчивое состояние немедленно перескочит в эту сторону. Как только произойдет обратный процесс, оно немедленно вернется обратно. Этот прием называется ультрачувствительность. И если вы будете, опять же, искать в подмеде статьи по системной биологии, вы регулярно будете натыкаться на термин ультрасенситивити. Вот это она и есть. То есть получается за счет крайне простого приема. Фактически нету никакого толком каскада в этой задаче. Два субстрат превращаются из одной формы в другую под действием двух ферментов. Но за счет грамотного подбора констант Михаэлеса, опять же, не нужно никакой хитрой кооперативности в этой реакции, мы получаем потрясающий переключатель. И в задачах как раз не каскадного типа, а в ситуациях, когда нам нужно, например, управлять экспрессией генов, такие системы часто встречаются. Во всем, что я вам рассказал, есть один изъян. Я не уверен, насколько он очевиден. Я рассказываю вам устройства биологических систем по тому принципу, что я говорю, что могут делать те или иные модули. Но это не помогает ответить на вопрос, а что делают они в данной конкретной системе. Потому что если мы возьмем конкретный каскад, о, там, конечно, есть каскад, иногда же пять ступенек. Положительные обратные связи, их может быть семь или восемь на типичный каскад. Нелинейности, там нелинейности могут встречаться на каждом шагу. Отрицательные обратные связи, в приличных каскадах может быть три отрицательные обратные связи на каскад. А что означает комбинация пяти положительных и двух отрицательных обратных связей. Поэтому вот здесь очень важно различать то, что называется топ-даун и боттом-ап подходы. Топ-даун подход заключается в том, что вы смотрите на систему и пытаетесь понять, как она работает. И это тот подход, который люди используют на первых шагах понимания системы. Они смотрят и говорят, о, в этой системе есть положительная обратная связь, значит, может быть, в ней есть порог, который ей управляется. О, в этой системе экспериментаторы намерили порог, может быть, там есть положительные обратные связи, без которых его этого не было бы. И когда люди строят первые простые модели, часто даже не называя их системно-биологическими, а просто говоря, я написал феноменологическую модель системы, они опираются на вот эту интуитивную связь между тем, что такие блоки умеют делать, и тем, что эта система по своей физиологической функции должна бы делать. Поэтому глобально знать вот эти блоки, это все равно, что знать алфавит. Или, как для конструктора, знать, из каких кирпичиков можно построить дом. Что вот сюда мы можем ставить красный, вот сюда желтый, а вот сюда можно поставить бетонный блок. Но совершенно другая задача, это обратно из большой системы рассортировать, что в ней за что отвечает. И вот тут мы возвращаемся к моей предыдущей лекции, к методам исследования. И ключевым методом является анализ чувствительности в каком-то смысле. Но анализ чувствительности направленный на эти модули. То есть, если вы имеете систему из 50 дифференциальных уравнений, ответом этой системы является динамика 50 переменных во времени. И так далее. Вы замоделировали эту систему, и смотрите на нее в священном ужасе. Реакции людей, которые не знают системной биологии, делятся на две категории. Одна категория — это ужас и кошмар, я никогда не смогу в этом разобраться. Категория вторая — ну, сейчас я запрограммирую анализ чувствительности, который возьмет интеграл интеграл по каждой из переменных, отнормирует и представит как меру чувствительности ответа системы. И я сейчас посмотрю, к чему эта система чувствительная. Ваш подход должен быть другим. Вот, например, вы знаете, что пороги являются важным компонентом управления в биологических системах. Практически каждая из этих нестационарных систем имеет порог по активации. Она должна. То есть нервный импульс от простого пинка не стартует. Свертывание крови игнорирует низкие концентрации тканевого фактора. Любой сигнальный каскад не шумит по мелочам. Это значит, что наличие порога должно быть предметом вашего анализа чувствительности. Вы не должны просто так вызывать пертурбации параметров и смотреть, в какую сторону эта система начинает шататься. А вы можете, например, начать с расчета. А есть ли в этой системе порог? А если есть, то к каким параметрам чувствительна его величина? А при выкидывании каких реакций этот порог исчезнет? И анализ такого типа как раз сможет дать вам информацию, которая будет следующим шагом в познании системы. Вы из наличия положительной обратной связи можете предположить, что в этой системе могут быть пороги, взрывные ответы, автоволны и так далее. Но из связывания этих феноменов с вашей моделью вы сможете сказать, а какие, собственно, именно положительные обратной связи за это отвечают. Если вернуться к свертыванию крови, я не хочу о нем рассказывать подробно, потому что это всего лишь одна из многих систем, и те из вас, кто будут на следующем курсе слушать наш специализированный курс по биофизике клетки, узнают гораздо подробнее, как работают конкретные системы, включая эту. Но я хочу использовать эту систему как пример, просто потому что для нее мы сейчас понимаем немножко больше, чем для остальных. Я хочу обратить внимание на ее структуру. Смотрите, вот это активатор, он врезается в каскад свертывания посредине, активируя два фактора, которые находятся в самой серединке. Один из них дальше активирует другой фермент, который уже делает какую-то работу. В этой системе есть одна положительная обратная связь, которая увеличивает количество активатора от этого фермента. От этого на самом деле она тоже есть. А нижний фермент, тромбин, участвует минимум в трех главных положительных обратных связях. Он активирует фактор свертывания 11, который дальше может активировать 9, который активирует 10. То есть это длинная положительная обратная связь на самую верхушку каскада. От него идут две положительные обратные связи на белки-кофакторы, которые в десятки тысяч раз ускоряют работу вот этих ферментов. То есть тромбин тремя разными способами увеличивает свое собственное производство. На самом деле четырьмя. Он еще активирует тромбоциты, на которых эти комплексы собираются. Получается, в этой системе помимо каскада из пяти ступенек есть пять основных положительных обратных связей. Дальше тромбин может активировать протеин С, который разрушает эти кофакторы. Это одна из отрицательных обратных связей. И здесь на самом деле есть еще одна, которая не показана. Люди более или менее расшифровали структуру каскада свертывания к концу 80-х годов. Примерно в это время появилась работа Михаила Ханина о том, что положительные обратные связи, в частности, он включил активацию фактора 5 с тромбином. Вот это он в свою модель не включал. Могут привести к порогам. Это был редкий случай, когда работы русских ученых попали в учебники по свертыванию крови. И эта основополагающая работа положила начало битве, которая продолжалась в следующие 20 лет. Потому что через три года американский биохимик Джолион Джести сказал, что смотрите, вот тут есть положительная обратная связь. И показал на простенькой модели, в которой не было никаких других обратных связей, что она может приводить к порогам. Через несколько лет после этого он опубликовал расширенную работу, в которой были дополнительные обратные связи. и сказал, что смотрите, при разных параметрах все эти обратные связи могут приводить к порогам. Только он считал, что вот эта связь, которую предположил Кханин, к порогам приводить не может. Дальше. Этим занимались еще несколько лет, включая некоторые модели, в которых считалось, что порога нет. И из-за экспериментальных сложностей этот порог было довольно сложно измерить. И только через 20 лет, собственно, в нашей команде под руководством Фазли этот порог был экспериментально померен. И показано, что он, как действительно предсказывалось за 20 лет до того, определяется именно положительной обратной связью на пятый фактор. Но почему именно на него? Почему не другими? Это как раз связано с устройством конкретной системы, с теми параметрами и скоростями, которые в ней есть. И это то, что нельзя угадать просто глядя. То, что надо исследовать. На самом деле, как мы сейчас себе представляем каскад свертывания крови в результате работы в основном системных биологов и дружественных им биохимиков за последние 20 лет, в этом каскаде можно выделить несколько модулей. Вот этот блок, положительная обратная связь на пятый фактор, как раз блок переключения, блок, который обеспечивает пороговый взрывной ответ этой системы. И он с одной стороны подговорит ей игнорировать слабые повреждения, а с другой стороны он в целом не позволяет этой системе находиться в промежуточных состояниях. Вот этот блок, связанный с длинными положительными обратными связями, оказывается, управляет пространственным ростом фибринового сгустка. Он как раз, особенно вот эта длинная положительная обратная связь, наделяет эту систему автоволновым режимом, и благодаря ему она может распространяться в пространстве, заполняя всю рану, несмотря на то, что активатор находится только на тканях человека, то есть на границах раны. Но он запускает процесс, и потом эти волны бегут и заполняют всю рану. Вот эта положительная обратная связь поразительным образом совершенно не работает в отсутствии потока. Это пример триггера, который управляется не биохимическими параметрами, а транспортными. В системе, где нет потока, эта обратная связь ни на что не влияет. Но когда включается поток, оказывается, что эта связь позволяет системе до некоторого уровня игнорировать поток, а потом быстро выключаться, чтобы свертывание крови в быстром потоке не происходило. И, наконец, вот эта положительная обратная, прошу прощения, отрицательная обратная связь похоже играет в этой системе нестандартную функцию, она останавливает рост фибринового сгустка, не позволяя ему распространиться в здоровые ткани. Вот этот мультик из работы Наташи Дашкевичи, только это опечатка, не 2015, а 2012 года, показывает, как может бежать автоволна тромбина в плазме крови, когда она активирована. Вот это бежит тромбин, классическое в автоволновом виде, а слева фибриновый сгусток. Здесь используется прибор, который по сигналу от флуорогенного субстрата позволяет реконструировать активность тромбина как функцию пространства и времени. Другой пример, который я вам показывал. Кальциевая сигнализация в тромбоцитах. Вот это жуткая конструкция. Зачем она нужна? Зачем нам нужна система, которая вызывает осцилляции, вместо того, чтобы вызывать просто повышение концентрации. Сейчас считается, что есть несколько систем в нашем организме, прошу прощения, в клетке, которые умеют детектировать частоты. Как можно устроить детектор для частоты? Один простой вариант выглядит следующим образом. Пусть у нас есть какой-нибудь фермент, который может связывать кальций и переходить в активную форму. Простейший вариант детектора может быть связан со скоростями связывания этого фермента. Например, пусть у нас кальций идет какими-то такими импульсами. Если этот фермент легко связывает и легко развязывает, то он будет отвечать такими же импульсами. А если, например, этот фермент медленно связывает, то он будет отвечать замедленно, а дальше еще может зависеть от того, как он будет развязывать. И наоборот, он может хорошо связать и медленно развязать. То есть он будет отвечать вот такими импульсами, которые будут, может быть, переходить уже в следующий. Обычно природа, которая очень любит кооперативности, не ограничивается одним ионом кальция. Совершенно нормальной ситуацией является фермент, который имеет четыре сайта связывания кальция или регулятор ферментов, который имеет четыре сайта связывания. И он будет работать нелинейно и при этом будет еще иметь разные константы сродства. Это одна из схем, как можно расцифровывать частоты кальциевых осцилляций. Другая схема как раз реализована в так называемом схеме метаходриального некроза, запрограммированной клеточной смерти, которая управляется метахондриями. Это феномен впервые был открыт 10 чем-то лет назад на клетках печени, и пока ему нашли только одно полезное применение. Это тот метахондриальный некроз. То есть некроз в целом это режим гибели клетки, когда в отличие от апоптоза она не аккуратно ссыхается, упаковывая все свое содержимое в апоптатические тельца, а быстро и резко умирает. Настолько, что фактически она ничего не успевает приготовить к этому. и дальше запускаются те процессы, которые в отличие от апоптоза можно делать в отсутствии АТФ, то есть кальций-зависимые ферменты, которые начинают крушить ее содержимое и выставлять фосфатидилсирин уже все энергонезависимым образом. Но при этом обычно все окружающие клетки за счет всего того, что вываливается из некротической клетки, понимают, что ей стало плохо. То есть смерть ПАП режиму апоптоза и некроза это апоптоз это аккуратно закрыться в туалете и перерезать себе вены, вызвав предварительно службу похорон. А некроз это взять бомбу и пойти радостно взорваться на площади. так, чтобы все поняли, как вам плохо. В целом клетки стараются умирать по режиму апоптоза, но иногда и некроз, как правило, возникает, когда клетка просто не может сопротивляться. Слишком сильный окислительный стресс или что-то еще. Но бывают пара исключений. Одно исключение это некроптоз, управляемый некроз, который клетка делает в той ситуации, когда не получается сделать апоптоз. Злобный вирус заставил ее экспрессировать белок ингибитора апоптоза. А клетка, чтобы все равно умереть, использует тогда режим некроза. Другой вариант, когда нужно умереть быстро. Это как раз метахондриальный некроз, который используют в частности тромбоциты, чтобы активироваться максимальным образом и ускорить таким образом реакции свертывания крови. Как он устроен? Есть метахондрия, которая через специальный канал, собственно, это изображено здесь, метахондрия через унипортер получает ионы кальция. Потенциал на внутренней мембране метахондрии такой, что при повышении концентрации кальция выше определенного предела, там тоже сидит кооперативный транспортер, который игнорирует низкие концентрации. Кальций будет попадать внутрь метахондрии, то есть метахондрия будет работать как интегратор, интегратор импульсов кальция. Когда они превышают определенный порог по высоте концентрации кальция, то этот излишек кальция будет забираться метахондрией, и она сидит и интегрирует и считает раз пошел импульс, два пошел импульс. При этом у метахондрии тоже есть протечки, кальций из нее выходит, поэтому если эти импульсы далеко друг от друга, то метахондрия получила импульс кальция, ну ладно, кальций вытекает, но если это происходит, то это будет ой, 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 все, клетки пора умирать. И после этого метахондрия открывает так называемую МПТП, mitochondrial permeability transition pore, что приводит к потере мембранного потенциала и экстренной гибели клетки по некротическому пути. То есть получается расшифровщик в режиме такого интегратора. вот как это выглядит на схеме осцилляции кальция преобразуется в метахондрии вот в такой ответ, который соответствует открытию метахондриальной поры. Если мы посмотрим на два тромбоцита, сидящие рядышком друг с другом, это светятся метахондрии. ТМРМ это краска на активный потенциал метахондрии. Мы видим, что в этом тромбоците исчезли, исчезли, исчезли все светящиеся метахондрии и он начал окрашиваться красным анексином 5. То есть он быстро перешел в режим клеточной смерти. Соседний тромбоцит живой и он продолжил существовать. Еще раз я хотел бы подчеркнуть, что я здесь привел тромбоцит не потому, что тромбоцит важен сам по себе. Важен принцип. Практически во всех наших клетках кальциевая сигнализация имеет вид осцилитурного типа. То есть если каскады дают взрывные ответы и повышение или импульсы сигналов, то кальциевая сигнализация как раз за счет комбинации положительных и отрицательных обратных связей это классический пример осцилляции, но при этом совершенно негармонический. Эти так называемые спайки кальция имеют для маленьких клеток стахастическую природу, а для крупных клеток более регулярные встречаются повсеместно. То есть в клетках печени такие спайки вызываются теми гормонами, которые им актуальны, такими как вазопрессинами. В сперматозоидах осцилляции кальция управляют их жизнью и их движением и так далее. По-моему, да, в мышцах осцилляции кальция управляют их сокращением. То есть вот этот принцип осцилитурной сигнализации является совершенно повсеместно распространенным и задачи по его расшифровке стоят перед всеми клетками. Это еще один из принципиальных режимов, которые присутствуют и которые могут быть проанализированы. Еще один принцип взаимодействия сигналов, который я хотел бы обсудить, также на примере тромбоцитов. Как я говорил, далеко не для всех клеток у нас есть сейчас четкие представления. Тромбоциты это не единственные, но для них по крайней мере какие-то вещи известны. Я уже анонсировал, что тромбоциты должны принять решение по итогам нескольких сигналов. И на этой схеме показаны два важных типа сигнала. как вы может помните из лекций по биохимии практически во всех клетках нашего организма есть два ключевых вторичных мессенджера. Это кальций и циклический АМФ. Зачем иметь два? Каждая клетка использует их по-своему, но один из наиболее популярных приемов это использовать ЦАМФ как общий регулятор. регулятор эффективности работы системы, пропускной способности, а кальций как непосредственный сигнал срабатывания. Тромбоциты действуют именно так. Циклический АМФ управляется аденилат циклазой, которая его производит, и аденилат циклаза активируется ингибиторными рецепторами, то есть разнообразные просто циклины, которые выпускают наши здоровые клетки эндотелия, говорят тромбоцитам, что все хорошо, связываются с соответствующим рецептором и стимулируют работу аденилат циклазы. ЦАМФ становится высоким, дальше, как и в других клетках, ЦАМФ связывается с протеин киназой А, а каталитическая субъединица протеин киназы А, которая активируется под действием ЦАМФ, подавляет фосфолипазу С, тот самый фермент, который вызывает импульсы кальция. То есть фосфолипаза С, которая должна была бы расщеплять фосфатидилыназитол без фосфат и давать нам иназитол-3-фосфат, который бы все активировал, перестает работать или по крайней мере работает с большим трудом. Но если у нас в составе и получается, что клетка игнорирует активатор, но если мы добавляем АДФ, другой активатор тромбоцита, то этот рецептор стимулирует отрицательную регуляцию. То есть мы подавляем работу аденилатсиклазы, у нас становится меньше ЦАМФ, мы снимаем запрет на работу фосфолипазы Ц, и у нас проходит нормальная активация. То есть вот этот относительно простой пример, который я вам сейчас рассказываю на словах, но на самом деле эта логика может быть проверена только с помощью моделей, потому что я еще раз хочу это подчеркнуть. Биохимические схемы, которые нарисованы на картинке, могут вести себя радикально по-разному. Положительная обратная связь, отрицательная обратная связь, в зависимости от конкретной кооперативности, констант и скоростей, может делать совершенно разные вещи. И поэтому простым рассуждением обычно грош цена. И то, о чем я сейчас рассказываю, это как раз вариант схемы, которая вылезла только с моделью и потом была проверена в эксперименте. В данном случае мы видим использование двух вторичных мессенджеров как для решения задачи. Один вторичный мессенджер собственно служит сигналом активации тромбоцитов, который позволяет дальше тромбоцитам агрегировать и выполнять свою физиологическую функцию, а второй вторичный мессенджер является запирающим сигналом. Он делает обратную вещь, он контролирует насколько первому мессенджеру позволено работать. Разумеется, если у нас где-то воспаленный эндотелий, который не генерирует просто циклин, тромбоциты будут легче активироваться. Но кроме этой постоянной регуляции, как оказалось, и это тоже то, что вылезло только из модели и потом было проверено в эксперименте, в этой системе есть дополнительный слой регуляции. Не дополнительный слой регуляции, а скорее дополнительный физический смысл. Дело в том, что вот этот рецептор это рецептор к тромбину. Вот этот рецептор рецептор к АДФ, аденозин гифосфату. В процессе роста тромба первым появляется АДФ. Он выбрасывается из плотных гранул тромбоцитов или из поврежденных тканей и только через некоторое время появляется тромбин. А что будет, если в этой системе дать сигналы последовательно? Оказалось, что в ней есть существенная задержка по времени. Когда мы активируем АДФ этот рецептор, то аденилат циклаза подавляется, но фосфодиэстераза разрушает ЦМФ достаточно медленно. И поэтому чем дольше мы подождем, тем более готовы к активации будут тромбоциты. То есть получается, когда у нас растет тромб, то обычно за несколько минут до тромбина появляется АДФ. И она готовит тромбоциты к активации тромбином. То есть одна и та же концентрация тромбина не активирует летящий в потоке тромбоцит, потому что у него будет заблокирована сигнализация. Но если это будет происходить в растущем агрегате, где тромбоциты уже подготовлены АДФом, ответ будет намного сильнее. И это пример разбора относительно простой и прозрачной сети реакций. И это пример близкий к тому, который будет от вас ожидаться в тех самостоятельных работах, которые мы вам направили. Там системы в чем-то проще, в чем-то изученней. Там уровень доказательности будет не таким, как требуется для финального научного ответа, но основная идея точно такая же. То есть в тех случаях, где там задачки на нестационарные системы, тип анализа, который ожидается, близок к тому, о чем я сейчас рассказал в качестве примера. То есть понять, что делает система на физиологическом уровне, разработать осмысленную модель, которая отражает структуру системы и посмотреть, как эти физиологические ответы связаны с этой структурой. структурой. Продолжение следует...